Из активных школьников вырастают активные взрослые. И многие находят дело по душе. Кто-то уходит в творчество, кто-то ближе знакомится с компьютером, а кто-то предпочитает спорт. Главное выбрать спорт, чтобы и полезно было, и красиво. Красиво? Ну да, разве вот Шварценеггером, например, быть некрасиво? Он, кстати, многие знают обладатель престижных премий по бодибилдингу. Кстати, о бодибилдинге. 30 марта в Сыктывкаре состоится 8-й открытый Кубок Республики по бодибилдингу. Как придут соревнования, нам расскажет Алексей Захаров, главный судья чемпионата. Он сегодня в нашей студии. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Откуда приедут спортсмены к нам в республику? Наверняка будут из соседних регионов. На этот турнир приедут участники разных регионов. Особенно большая команда приедет с Кировской области, с Архангельской области, Санкт-Петербург. В основном, конечно, участников, большинство будет наших местных. Это, значит, Ухта, Сыктывкар, Воркута, Печора. То есть это традиционно такие у нас центры по бодибилдингу? Сыктывкар, Ухта, Воркута, Печора. Ну, в основном, конечно, больше, конечно, с Сыктывкара. Ну, с Ухты, естественно, потому что это открытый кубок республики Коми, где занявшие первые места атлеты поедут на более уже значимые турниры, которые будут проводиться в России. А вот все заявки уже приняты. Девушки будут участвовать? Заявки приняты, да, естественно, и девушки будут. Вот, например, я вам расскажу по номинациям. Это фитнес-бикини, это боди-фитнес, это фитнес-бикини 35+. Даже такие будут, да. А у мужчин много номинаций? Много категорий? У мужчин, скажу, это юноши-боди-билдинг, это, значит, мастера-ветераны 40+. О, это я серьезно. Да, это классический боди-билдинг, это, значит, категории до 80, 90 и свыше 90. Вот, насколько мы знаем, у соревнований даже будут почетные гости. Александр Вишневский. Какая его роль будет? Ну, я бы, знаете, Саша сказал бы немножко больше. Все-таки я с уверенностью могу сказать, что это легенда российского боди-билдинга. Можно сказать больше, он 16-кратный чемпион России, двукратный чемпион Европы, чемпион мира. Наконец, он президент Федерации боди-билдинга России. Он будет что-то показывать или он будет просто... Нет, вы знаете, мы его пригласили в качестве гостя. Но хочу небольшую заметку, потому что Александр у нас приезжает 29 марта, он будет здесь проводить семинар, который пройдет в скале в 18.00. Для участников? Да, именно для участников, для тех, кто... Тема будет такая, что подготовка именно к соревнованиям. А вот, кстати, за какой период времени к соревнованиям начинаются уже ребята там сушиться, чтобы рельефчик появился? Ну, больше, конечно, я... Это еще зависит от типа тела, какой тип тела у человека. Ну, по большому счету, с двух месяцев уже начинаются садиться на диету. За два месяца до соревнований? За два месяца на диету, да. Вот насколько, на самом деле, вы тоже как участник соревнований, насколько это серьезно и сложно, на самом деле, для организма? Потому что зрителям в зале кажется, ну, ребята, да, красиво, там, посидели на диете, поработали над мышцами, вышли там, напряглись пару раз и все. То есть, на самом-то деле, там гораздо больше работы. Да, на самом деле, это очень сложно, понимаете, бодибилдинг, там, прежде чем начать заниматься, нужно уже подсчитывать все калории, да, скажем так, белки, жиры, углеводы, которые достаточны для роста ваших мышц. А до соревнований за два месяца, там, ну, сам Бог велел, и физиология не может так просто подготовить человека. Так что приходится садиться на жесткие диеты. Мне вот интересно, ограничения, может быть, для подростков какие-нибудь есть? То есть, подросткам, мне кажется, вообще нельзя садиться на жесткие диеты, но они участвовать будут, насколько я понимаю. Ну, по природе своей, у подростков вообще, по большому счету, организм еще растет, им это легче дается. А, то есть, им даже легче дается, не то, что не запрещено, а даже можно. Подготовка немножко легче дается, естественно. Интересно. Какие сюрпризы, может быть, ожидают зрители, хотя бы один? Можем что-то, приоткрыть какой-нибудь? Сюрпризы? Вот, может быть, какой-то конкурс, типа, народный бодибилдинг. Ну, у нас, как обычно, прежде чем мы начинаем соревнования, у нас есть русский жим, когда 100 килограмм выжимают. Кто больше? Кто больше, да. Это у нас идет как... Ну, в общем, надо тоже готовиться с зрителем, да, кто хочет поучаствовать. 100 килограммов легко, я приду. Ну, надеемся, что все пройдет ярко, незабываемо, особенно порадует, я думаю, мужской полфитнес-бикини. Да, ну, а девушек порадует, конечно, красивая атлетичная фигура парней, которая, может быть, простимулирует и других заняться спортом. Спасибо большое, желаем, чтобы все прошло хорошо. Пользуясь случаем, я хотел бы и вас пригласить на эти соревнования. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.